Итак, вот советник Путина, который сейчас признает, что Россия хотела... Что они могли бы избежать этой войны. Хотите узнать, как они могли бы избежать войны? Вот как они могли... Это советник Путина, и он призна... Он говорит... Зеленский советник... Я... Я... Простите, это советник Зеленского, верно? Да, простите, поправка. Советник Зеленского собирается признать... В смысле, ненамеренно, это он проговорился. Он не хотел говорить об этом, но сказал ненамеренно, и смотрите, смотрим. Путин же показывал документ, да, за результатом белорусских перемовин, африканские делегации, он это демонстрировал, где, как он стверждает, прописанный проект мирной угоды с Украиной, и на этот документ начинал... Итак, она говорит, что Путин сказал, мы предложили вам мирное соглашение. И это соглашение... Он показал документ, сказав, что его парафировали в Стамбуле. Это мирное соглашение, которое вам предложили. Так, чтобы избежать войны. И документ назывался «Соглашение о постоянном нейтралитете Украины и гарантиях безопасности». Это было... У них было соглашение. То есть вы, ребята, могли бы избежать этой войны, если бы вы просто признали, согласились оставаться нейтральными, а значит, не стали вступать в НАТО. Так что продолжим. Путин сказал, что там было 18 статей. И он сказал, цитирую, «Было прописано все от бронетехники до численности украинской армии». Это так, я сейчас покажу вам документ. Это было так, это на 100% правда. И он сказал, что это соглашение было подписано главой делегации. Полагаю, он имел в виду украинскую делегацию. На что этот парень отвечает, «О, правда, почему же он тогда не опубликовал этот документ?» Ну, ладно. Какова вероятность, что основные западные СМИ вообще стали бы говорить об этом? Я не понимаю, почему он так говорит. Ведь дальше он, по сути, подтверждает... Затем он об этом и речь. Он проговорился, потому что он пытается отрицать это, пытается выставить Путина лжецом, что такого не было. Но позже в этом видео он признается, что так оно и было. Смотрите. Во-первых, он не только показал документ, он раздал, у всех там была его копия. Продолжим, смотрите. Он сказал, что целью украинской делегации было затянуть процесс. Какой была цель российской делегации? И он говорит, что российская делегация думала до последнего момента, что они могут надавить на нас, чтобы они не погибали на войне? Да. Они могли вынудить нас подписать такой договор, приняв нейтралитет. Но документов ведь не было. Они думали, что могут заставить подписать... Я не понимаю. Документ, которого не было. То есть он говорит, что они думали, что их будут вынуждать подписать этот документ. Документ, которого, как ты сказал, не было. И еще, допустим, ты прав, его не существует. Очевидно, что, как ты сам сказал, они хотели нейтралитета. И они его, кстати, получили. Вы не в НАТО. Вы не в НАТО. Вы не будете в НАТО. Вы будете оставаться нейтральной страной. Что, вероятно, пойдет ему на пользу, как последнему живому мужчине на Украине. То есть он признает это. Он сам себе противоречит. Но он говорит, вот чего они хотели нейтралитета. Они были готовы прекратить войну. И все, что от вас требовалось, согласиться, что вы не вступите в НАТО, куда вам не попасть в любом случае. И вы могли бы это сделать два года назад. Помнишь, как они жаловались? Зеленский говорил, но нам не дадут вступить в НАТО. Ему сказали, веди себя так, словно мы хотим вступить в НАТО. Да. Что могло пойти не так? У них был этот мирный договор. И знаете, что случилось? Им послали Бориса Джонсона. Из Великобритании. Сказать Зеленскому, не подписывай этот мирный договор. Я в это не верю. Несмотря на то, что глава украинской делегации уже подписал его. Да. Итак, почему вы... О, да, покажи сначала. И почему вы согласились с Борисом Джонсоном, когда он сказал вам не делать этого? Вас так очаровало его... его... его славянское имя Борис? Или прическа, как у Джонни Карсона в роли пещерного человека? Еще он жирный, словно призрак Криса Фарли. Если примем нейтралитет как... Итак, он говорит, если бы мы приняли нейтралитет как Финляндия в свое время... Ну, раз на то пошло, возможно, не было... Может, вы бы повторили судьбу Финляндии, знаете, без вторжения и сохранения территории? И это был ключевой пункт. Ключевым пунктом было... Сделайте как Финляндия. Скажите, что останетесь нейтральными. Остальное было косметическим, смотри, что он говорит дальше. Он говорит, остальное было просто косметическими и политическими дополнениями. Про динацификацию... Про динацификацию... Мы собираемся оставить нацистов, мы не избавимся... Это пустая болтовня. Смотрите, что он скажет дальше. Смотри, что будет дальше. Это невероятно, смотри. Русскоязычное население... Бла-бла-бла. Ага, косметическое. Это все так. Косметика. Прекратите убивать русскоязычное население, избавьтесь от своих нацистов, бла-бла. Знаете, эти косметические штучки. Кстати, Корт, а что, по-твоему, более косметическое на Украине? Бандеровский нацизм? Или иудаизм Зеленского? Ответ может вас удивить. Или нет. Да, и как здорово, что вы, ребята, не... Хорошо, что вы не подписали договор. Это могло бы очень плохо обернуться для Украины. Вы могли бы остаться, как в Финляндии, целыми и невредимыми. Ха-ха-ха-ха. Они едва избежали этого. То, что они говорят, что говорит этот парень... Он сейчас скажет об этом. Вот оно. Итак, почему вы... Почему Украина не согласилась с этим пунктом? Сохранить нейтралитет и не вступать в НАТО? Во-первых, чтобы принять это, нам пришлось бы изменить Конституцию. А это такое геморроз? А, какая же боль в заднице. Лучше потерять полмиллиона человек. Я бы предпочел потерять 500... Чёрт, ты меня знаешь, не люблю редактировать тексты. Ха-ха-ха-ха. Боже. Здесь треба сменивати Конституцию. Наш шлях до НАТО записан в Конституции. Потому что их стремление вступить в НАТО, видите ли, закреплено в их Конституции. Как глупо вставлять этого... Глупо включать это в свою Конституцию. Сколько лет их этой Конституции? В общем, всего этого можно было избежать, но они решили последовать совету Криса Фарли из Британии. Да. Во-вторых, было недостаточно доверия к русским... Постой. ...что они всё выполнили? У меня серьёзный вопрос. Может, я просто не знаю об этом. Какой договор нарушил Путин в их отношении? Все договоры, что были нарушены, нарушены НАТО и Украина. Да, они говорят, нельзя ему доверять. Но почему? Было первое Минское соглашение, второе Минское соглашение. Угадайте, кто нарушил их оба. Украина и НАТО. Не Россия и не Путин. Типа, нет никакие... Кто-нибудь знает о соглашениях, которые нарушал Путин с Западом когда-нибудь? Я знаю, что он плохой человек, так что надо надуть его, пока он не надул тебя. Но когда он реально так делал? Это мы продолжали нарушать наше слово, данное России. Мы обещали, когда пала Берлинская стена, что не продвинем НАТО ни на дюйм. Что ж, мы добавили в НАТО 14 стран. И угрожали добавить Украину, которая на границе с Россией. И Россия никогда не стала бы это терпеть. Но НАТО, бизнесмены во главе НАТО хотели, чтобы это случилось. Они хотели войну, которая, по их мнению, обескровит Россию. И тогда можно ввести против них санкции, взорвать газопровод и реально навредить России. Что мы получили в итоге, сделали Россию намного сильнее. И навредили Европе, и Украине, и Соединенным Штатам. Мы опустошили казну ради прокси-войны, которая не принесла нам ничего из того, что, как мы думали, она могла нам дать. Путин и Россия сейчас сильнее, чем были до войны. У них более прочные экономические отношения, БРИКС. А Саудовская Аравия начала продавать нефть в других валютах, помимо доллара США. Все плохое, что можно было представить, и то, что мы даже представить не могли, случилось из-за этой прокси-войны, которую миллиардеры во главе НАТО и США так желали. Эффект полностью обратный, и они использовали подобных придурков, как пушечное мясо. Поимели их страну, и поимели всю Европу. Хочешь услышать, что тут хуже всего? Я не думаю, что все это пошло на пользу Израилю. Он говорит, что мы не могли просто подписать этот мирный договор, уйти и расслабиться. Вместо этого вы решили начать войну, которые изначально знали, что ее не выиграть, и потерять 500 тысяч человек? Фух, хорошо, что вы не подписали этого соглашения. Вау! Они бы вторглись, и мы бы не были к этому готовы. Вау! Вам это чертовски помогло, все эти приготовления. Да, здорово, что вы подготовились. Что не повторится? Что не повторится? Что-то из Второй мировой войны, наверное. Я не знаю, не понимаю. Да, что-то из Второй мировой войны, из сталинских времен. Я гарантирую, что речь об этом. Окей. А такой впевненности немае. Больше того, когда мы повернулись из Истанбулу, приехал Борис Джонсон до Киева и сказал, что я не могу с ними ничего подписывать. Вы думали, что будете как Израиль, но мы не любим вас так, как любим Израиль. Он только что признал, что Борис Джонсон приехал туда и сказал, нет, никакого мира, воюйте. И они просто согласились с ним. Они согласились с Крисом Ферли из Великобритании. Фарли. Он легенда Чикаго, Джимми. Они думали, что будут как Израиль. И давайте просто воевать. Он сказал это. Давайте просто воевать. Да, но они не могли доверять. Никогда больше. Страна с несколькими батальонами нацистов решили сказать, никогда больше, потому что был голодомор. Они думали, что такие аргументы позволят им быть как Израиль. Нет, мы выгоним всех русских. Никакого больше русского языка. Давайте будем просто воевать. Да, у нас с вами, ребята, нет особых отношений, как с Израилем. Они у вас только с Джо Байденом. Друзья, на моем авторском канале вышел новый выпуск. На этот раз разговор пойдет о таком замечательном явлении, как кофе. Какие виды напитка существуют? Какие бывают сорта зерен и как их правильно обжаривать? Беседа вышла длинной, но крайне интересной. Ссылка в описании. Приятного просмотра. Итак, вот Путин показывает документ, которого, по его словам, не существует, хотя он сказал, что они его подписывать не хотели. Не захотели подписывать то, чего нет, но вот Путин говорит об этом. Какая разница, что ли? Я знаю. Дорогие друзья, Россия никогда не откалывалась от переговоров. Вот хочу обратить ваше внимание на то, что при содействии того же президента Эрдогана, как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров. Итак, Турция провела целую серию переговоров между Россией и Украиной по выработке, мер доверия, как вы сказали, и для подготовки текста договора. Значит, все из числа присутствующих знают, что этот документ есть. О, так вот почему они нас не любят. Этот договор... Мы не договаривались с украинской стороной, что он будет носить... И они договорились, что соглашение будет конфиденциальным. Ооо, это странно. А почему он показал его? Думаешь, этот парень не знал? Потому что частью соглашения была его конфиденциальность. Чтобы они могли сохранить свою национальную гордость, как будто они сами решили, что хотели. Да, и вот почему этот лживый подонок, помощник Зеленского, сказал, «Ну а почему он не предъявил его? Потому что ты знаешь, что у вас было соглашение не говорить о нем». Значит, потому что Путин повел себя как джентльмен? Да. Но мы никогда его не предъявляли, не... И он сказал, «Я никогда не показывал его раньше, не давал комментария». Но проект этого договора был... Парафирован. Парафирован лидером... Переговорной группы из Киева. Переговорной группы из Киева. И он поставил там свою подпись. И вот документ. Вот договор, он держит его. Он существует. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Итак, вот он, он существует. И вот, смотрите, он держит его. Это рука Путина. О чем тут говорится? Здесь, здесь именно то, о чем говорилось. Тут указано даже количество танков. Здесь предельное количество личного состава вооружений и военной техники в боевом составе Вооруженных сил Украины в мирное время. Численность вооруженных сил Украины не превышает 250 тысяч человек. Численность Национальной гвардии до 15 тысяч человек. Сколько танков у них будет? Сколько артиллерии у них будет? Сколько РСЗО у них будет? Сколько минометов у них будет? Сколько военно-воздушных сил и их максимальный радиус поражения? В нем все было изложено. Забавно, что они даже потрудились перечислить все это, потому что Украина не смогла справиться и с вооружением намного круче. Верно. Итак, это, 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 это заглашение, то, что он держит. Вот оно. Вот что там написано. Если бы такую бумагу держал Байден, там бы ему написали, не зачитывай копию, не наложи в штаны, не уходи просто так со сцены, выход находится слева. Итак... Отличная работа, ребята. И, 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 конечно, об этом не будут говорить на Западе. Вы не увидите этого на Морнин, Джо. Вы не увидите этого у Андерсона Купера, бывшего сотрудника ЦРУ Андерсона Купера. Вы не увидите этого у Шона Хэннити. Вы не увидите этого в... Об этом не будут говорить в Вашингтон-Пост или Нью-Йорк Таймс. И... Все люди, которые поддерживали эту войну, которые размещали флаги Украины у себя в профилях в Твиттере, снова стали жертвами пропаганды. И как же им должно быть сложно верить во всё это? После Ирака, после 20 лет лжи об Афганистане, после Ливии, после Сирии, после Йемена... И вы всё ещё ведётесь на это? Окей, знаешь концепцию жизни от зарплаты до зарплаты? Вот так я поступаю с новостями. До новых встреч! Спасибо! По этому ! Auch. Арктируйте, 다시 острые поездки! То puzzle cot 280.... Арктируйте,... Арктируйте! travelers, просто проходите, тоже! Вот так поехал! Продолжение следует...